Меня часто спрашивают, как все было в самом начале в Deep Purple. Несмотря на то, что я играю в группе уже очень-очень давно, я не играл в ней в самом начале ее существования. Но Джон и Ричи мне очень много об этом рассказывали. Был парень по имени Крис Кертис. Он был барабанщиком в группе The Searches. Группа, которая стала успешной на волне ливерпульского бума, созданного Битлз и другими группами того времени. Он нашел трех парней, которые были неизвестны в шоу-бизнесе, на котором наскучила их обычная работа. Один занимался замороженными продуктами, другой рекламой, а третий был из мира моды. Им хотелось что-то поменять в жизни. И вот они решили стать менеджерами индустрии развлечений. Крис нашел их и убедил в том, что он может создать хорошую группу. И для этого ему нужно финансирование, которое он в итоге получил. Встретившись с Ричи и Джоном, Крис объяснил им свое видение группы, какой она должна быть. Сам он захотел быть вокалистом, при этом играть на барабанах в те моменты, когда он не поет. Также он хотел играть на гитаре, клавишах, на басу, в общем на любых инструментах. Они знали, что он умеет играть на барабанах, но не знали насколько хорошо. Все были не против того, чтобы Крис пел. Это в принципе было нужно для создания вокальных гармоний. Этим славились в те дни. Но не знаю, мог ли Крис хорошо играть на гитаре или клавишах. Тем не менее, это было его видение. Он хотел создать группу, в которой менялись бы музыканты на постоянной основе. Приходили, уходили, менялись местами. В общем, такой бесконечный поток музыкантов. Но как мне кажется, группы так не работают. Так что Ричи и Джон поняли в итоге, что Крис оторвался от реальности. Они решили исключить Криса из коллектива. При этом Джон и Ричи хотели работать вместе. И убедили вышеупомянутых трех бизнесменов, неважно как их звали, сейчас речь идет о группе, о продолжении финансирования группы. И те согласились. Хорошо известно, что Рот Эванс, вокалист, которым мы играли в группе The Maze, откликнулся на объявление в журнале Melody Maker и поехал на прослушивание, где Ричи вспомнил, что годом ранее они играли на одной сцене в Гамбурге. И Ричи попросил Рота привезти с собой меня, чтобы поиграть вместе. Джон до этого играл уже с Никки Симплером, басистом группы. В общем, когда я приехал, ядро коллектива было сформировано. При этом у нас все еще не было названия группы. Точнее их было так много, что мы никак не могли выбрать, какой из них лучше. У нас был лист бумаги, прикрепленный к стене в фермерском доме, который мы снимали для репетиций. Я о нем уже рассказывал в другом видео. Если у кого-то появлялась новая идея названия, он записывал его на листке. И вот однажды на стене появилось название Deep Purple. Это было так давно, что я с трудом вспоминаю те события. Думаю, что это был Ричи. Ну, во всяком случае, он тоже так думает. У него была тетя, которая играла на пианино песню Нина Темпа и Эйприл Стивенс под названием Deep Purple. Она часто играла ее. Ричи даже говорил, что это было последнее, что она сыграла на пианино перед тем, как умереть. Но, зная чувство юмора Ричи, не уверен, что так все и было на самом деле. В общем, из всех возможных вариантов, этот нам показался самым интересным. В те времена название коллектива играло большую роль. Rolling Stones, Fallen Leaves, Black Sabbath. Хотя их еще тогда не было. Ну, неважно. Названия из двух слов были более частыми. И в этом был смысл. В общем, Deep Purple звучало лучше, чем что-либо другое, что мы придумали. Когда мы сыграли наш первый концерт, который, кстати, организовывал друг Джона, промоутер из Дании по имени Вальтер Клейбл. Джон с ним связался и сказал, что у нас новая группа, и мы хотим попробовать выступить. Не уверены, как все получится, но можно было бы сделать сразу два или три концерта. Мы будем счастливы просто попробовать свои силы новым составом. Вальтер сделал все очень хорошо. Он нашел нам три площадки, где мы могли выступить. Первая была в маленьком городке, недалеко от Копенгагена, под названием Таструб. Он по-прежнему там находится. Первый концерт состоялся именно там, и он был отличным. Но поездка в Данию в самом начале не заладилась. В те дни Великобритания не была частью Европейского Союза, поэтому мы были настоящими иностранцами там. Нам нужно было оформлять разрешение на работу, визы и прочие документы, чтобы попасть в страну и сделать то, что мы хотели. Вальтер получил все разрешения, но мы не имели их при себе, когда приехали в Эсберг из Англии. У нас проверили паспорта и вещи, а затем спросили, где ваше разрешение на работу. Мы сказали, ну, они должны быть, наверное, у вас, так как у нас их нет. Все это продолжалось минут десять-пятнадцать, а потом нам сказали, что нужно все выяснить. Поэтому нас отправили в какое-то специальное место для ожидания, которое находилось довольно-таки далеко от паспортного контроля. Чтобы доехать до этого места, нам предоставили весьма своеобразный транспорт, перевозку для собак. В общем, мы погрузились в кузов, где обычно сидят собаки за сетками, и нас повезли в зону ожидания до тех пор, пока не выяснится информация с нашими разрешениями. В итоге все прояснилось, и нас отпустили. Но начало было не самым веселым. Как бы то ни было, я не очень много помню о той поездки. Единственное, это то, что мы отыграли те несколько концертов и убедились в том, что мы не только можем играть вместе, но и можем очень хорошо играть вместе. И людям это очень понравилось. Несмотря на то, что большая часть нашей программы состояла из каверов, у нас было очень мало своих собственных песен. В то время у нас не было возможности сочинять много своих песен. Но так все начиналось. Вернусь к тому, где мы тогда репетировали. Это был фермерский дом, который находился на севере Лондона. У него было название – Ивс Холл. Он нам достался очень задешево, потому что в момент нашего пребывания там хозяин занимался ремонтом. Там всегда было два строителя. Помню, их звали Боб и Рэй. Даже не знаю, откуда я это все помню. Когда мы приходили утром репетировать, все наши инструменты, как правило, были в разных комнатах. Так как комната, где мы играли, до этого, могла на тот момент не иметь пола, или стены, или еще какие-то изменения могли производиться на тот момент. Это было необычно, конечно, но мы привыкли. Помню много разных деталей из тех первых шести месяцев, но в основном это какие-то отдельные моменты. Большую часть я, конечно, уже забыл. Такое было начало. Переходим к тому, что случилось дальше. В следующем эпизоде я буду также в своем баре и также выпью за ваше здоровье. Продолжение следует...